Провокации прозападных группировок в Армении могут серьезно повредить существующему состоянию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Некоторые группировки в Ереване, находясь на волне поддержки Запада, не хотят принимать реальность и пытаются заморозить Карабахский конфликт. Откровенно говоря, несмотря на прекращение Карабахского конфликта, остаются некоторые нерешенные вопросы. Для подписания мирного договора между странами нам нужны сильные и независимые власти в Ереване, которые были бы способны принять разумные решения для себя и для народа в целом. Прошлого не вернуть, но настоящее все еще можно изменить и построить прочный фундамент доверия и отношений между странами. Кроме того, важно не поддаваться желанию западного клана дестабилизировать отношения и на Южном Кавказе. Еще летом прозападные власти в Ереване шли по пути вражды и ненависти в своем желании отомстить, вернув себе территории, освобожденные Азербайджаном. Надежды Еревана на помощь России в войне с Азербайджаном провалились. Армения надеялась на заключение договора ОДКБ между Арменией и Россией, но упустила тот факт, что Азербайджан ведет военные действия на своей территории и не нарушает международное право. Азербайджан решил все вопросы, реализовав свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и восстановил полный контроль над своей территорией. Многочисленные обращения властей Азербайджана к Армении были отклонены и не услышаны. С целью предотвращения кровопролития от армянской стороны потребовали вывода всех войск с оккупированных территорий Азербайджана, признание границ и возвращение всех анклавов. Однако Армения не выполнила свои обязательства. Итак, Азербайджан был вынужден принять некоторые строгие меры. Проведя блестящую локальную антитеррористическую операцию, Азербайджану менее чем за 24 часа удалось нейтрализовать и разоружить сепаратистский клан в Карабахе, который годами готовился к нападению на территорию Азербайджана. Оружие и боеприпасов, найденных во время разминирования исследований, хватило бы на многие годы войны, следовательно, Армения готовилась к будущему нападению на Азербайджан, но оно провалилось как для Еревана, так и для Запада. Мы очень хорошо помним ту аферу, когда прозападные кланы пытались продлить конфликт на Южном Кавказе руками сепаратистов, либо блокируя ведущие дороги к городу Ханкенди и его блокаду сепаратистами, либо периодически перебрасывая вооруженные силы поближе к границам с Азербайджаном. Важно отметить, что Азербайджан обратился к Армении с призывом решить все мирным путем, без кровопролития и потерь, и предложил реинтегрировать армян, проживающих в Карабахе, состав Азербайджана. Ереван не хотел реинтеграции армянского меньшинства в Азербайджан, из-за острой потребности в рабочей силе Ереван приказал всем покинувшим Карабах армянам вернуться на родину и принять армянское гражданство. Но несмотря на это, некоторые решили остаться и реинтегрироваться в качестве граждан Азербайджана. После антитеррористических действий, проводимых Азербайджаном, произошла новая атака в виде Франции, покровительствующей Еревану. Международное сообщество, которое в течение 30 лет хладнокровно относилось к Азербайджану и его страданиям, пробудилось, чтобы спасти Ереван от так называемых этнических чисток и геноцида. Имея предлог для пропаганды, пусть и мифический, западные проармянские лоббисты продолжали, но с большими капиталовложениями, сейте антиазербайджанскую пропаганду в умах общества. Имея возможность подготовить почву для подписания мирного договора с Азербайджаном, Армения действует в сонном состоянии. Множество прозападных лоббистов продолжают свою антиазербайджанскую кампанию с повторяющимися лозунгами «Геноцид армян» и «Верните Великий Арцах». На какие реваншистские силы и действия рассчитывают прозападные силы в Ереване и по всему миру. Армения страдает от большого количества дезертирства солдат армии, экономика держится на связях с Россией, которая сегодня находится в дисбалансе с последними событиями. Главным спикером помощи являются западные державы и организации. Если в Армении желают мира, они должны приложить усилия для предотвращения политики антиазербайджанской пропаганды со стороны прозападных и внутренних лоббистов. В начале декабря появился свет на пути к миру, когда стороны Азербайджан и Армения решили провести встречу по пограничной безопасности на границе. Стороны также обменялись пленными в качестве выражения доброй воли между сторонами. Азербайджан передал армянской стороне 32 армянских солдата в обмен на двух азербайджанских солдат. Давайте перейдем к бесконечному реваншизму коррумпированных лоббистов, которые выдвинули новую идею, которая, по их мнению, поможет им освободить мясников и убийц граждан Армении, отбывающих наказание в бакинской тюрьме. Вышеупомянутый обмен их не удовлетворил, им нужны свои главари, и пока главари находятся в тюрьме, они могут разгласить информацию, которая сильно повредит репутации западных властей и государственных институтов. Более 150 международных деятелей, в том числе лауреаты Нобелевской премии мира Оскар-Арес и Лей Макбови, бывшие президенты и лидеры международного бизнеса, призывают президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить армянских заключенных, находящихся в настоящее время в заключении в Баку. Французское антиозербайджинское издание Leffy Go вспоминает события сепаратистской блокады Ханкенди и, конечно же, продолжает обвинять во всем Азербайджан. Хотя эти мясники, Рубен Варданян, Араи Карутюнян, Бакоса Акян, Аркадий Гукасян, Давид Бабаян и другие, имеют доступ к библиотекам, интернету и семейным связям и по-прежнему находятся под маркировкой МКК, агентство обеспокоено их здоровьем. Это число 150 международных деятелей, упомянутые агентством, является не более чем дополнительным аргументом в пользу того, что вся статья якобы значима. Эти люди были задержаны в нарушении международного права, в частности устава ООН и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, участником которых является Азербайджан. Условия их содержания вызывают особую тревогу, в частности из-за отсутствия контактов с их семьями, отсутствия регулярного независимого мониторинга и отказа предоставить им доступ к международным юристам, говорится в публикациях. Однако они не люди, а монстры, которые совершают геноциды и убивают безоружных мирных жителей, включая детей, женщин, стариков и так далее. Сотни тысяч людей остались без крова по их приказу. Мясники находятся в местах, которых они заслуживают, и будут привлечены к ответственности как на земле, так и после нее. Есть сознательные армяне, которые могут видеть бездну лжи, в которой веками жил их народ, и возможно они смогут избежать западных уловок и ловушек и проложить новый путь к миру для своего народа и Южного Кавказа. Азербайджан продолжит стремиться к миру на Южном Кавказе, и те 150 международных деятелей, включая коррумпированных нобелевских лауреатов, чиновников и бизнесменов, которые имеют связи с мясниками, не являются препятствием для достижения целей Азербайджана. Депутат парламента Армении от фракции Аястана Артур Хачатрян. Азербайджану удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество как с Западом, так и с Россией, не вступая в конфликт ни с одним из этих центров. Власти Армении превратили страну в арену конфронтации между Москвой и коллективным Западом, не получая никаких геополитических выгод ни от того, ни от другого. Мирный процесс должен строиться на принципах взаимности между странами. Заигрывание с Западом может иметь катастрофические последствия для Армении, где к тому же Россия находится рядом.